Павлодарскую спецбиблиотеку для незрячих и слабовидящих людей признали лучшей в Казахстане. В этом году она, кстати, отмечает свой полувековой юбилей. И все это время ее посетителями являются большой и дружной семьей. И это не пустые слова. Читатели дома книги действительно увлечены общим делом. И дело даже не в книжных стеллажах. Чем же так манит павлодарцев необычная библиотека, а уже больше, чем просто читальная, расскажет Сабина Рахимбая. Павлодарец Дюсимбы Кабдулов посещает эту библиотеку уже 40 с лишним лет. Говорит, раньше это было другое помещение, тесное и неудобное. Сейчас же условия для чтения гораздо комфортнее. Он бывает здесь чаще по работе, собирает литературу для творческих встреч казахского общества слепых. Участвует и в киновечерах. Я могу позвонить, книгу подготовить, могу сам прийти сюда. Сейчас в связи с коронавирусом-то не очень часто прихожу, но по работе когда надо. Когда касается темы, допустим, Абая была 175-летие, книга здесь печатается, мы берем, читаем в офисе. В этом году павлодарскую библиотеку признали лучшей в стране. И вот почему. Здесь обучают людей с нарушениями зрения, компьютерной грамотности, а также чтению по системе Брайля на русском и казахском языках. Еще у библиотеки богатый книжный фонд. Около 70 тысяч книг. Но и это не все. Городских огней хранитель невидим он среди ночных прохожих. И только накануне предрассветных сумерек гасят неизменным колпачком волшебные огни, что переходят в утренние сны беспечных горожан. В этой библиотеке есть не только обычные книги, но и аудио. Сотрудники занимаются их озвучкой. Для этого здесь есть своя студия звукозаписи. Это наша фонотека, мы ее называем. Здесь у нас озвученная литература. Сами видите, этот фонд озвученной литературы. Смотрите, у кого есть дома тифломагнитофон, и до сих пор пользуется вот этими книгами. У Саулины Римановой проблемы со зрением появились после тяжелой болезни во взрослом возрасте. Позже ее пригласили сюда, в библиотеку. Система Брайля ей далась тяжело, поэтому девушка самостоятельно освоила технику макраме и решила поделиться своими знаниями с другими. Они научились, вот каждое изделие их радует. Прям я рада. Мы фотографируем, выкладываем в интернет, хвастаемся, так сказать, своими достижениями, маленькими победами. Все равно это вдохновляет на что-то большее. В информационном и творческом потоке задействованы абсолютно все. Даже те, кто самостоятельно не может выйти из дома. Здесь числится больше двух тысяч читателей. В штате работают 12 библиотекарей. Они развозят книги по домам, публикуют посты в социальных сетях, записывают для них видеоуроки. Мы каждого читателя знаем на лицо, знаем их семейное положение. Вообще мы как одна большая семья наша библиотека. Если вдруг в массовой библиотеке такого же нет, то пришел-ушел, да, могут о них не знать. И потом они очень активны. Что бы мы ни попросили, где бы не участвовать, они всегда у нас участвуют. Столь трепетный подход к своему делу заслуженно вылился в общенациональное признание. Статус лучшей библиотеки страны. Это звучит громко, гордятся победой ее сотрудники. И этот успех не случайен. Ведь это не просто читальня, а целый мир безграничного творчества. Мир тех, кто познает книги на ощупь и на слух. Сибин Рахимбайджина, Стимир Булат, из Павлодара. Итоги дня.